МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале нефтихим новости в студии Алия Шагапова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о наиболее значимых событиях, которые произошли в Нижнекамске и не только. Вначале коротко о главном. Человек, построивший город. Благодаря таким людям, как Николай Васильевич, многое удавалось. Нефтехимики отдали дань памяти первому директору химкомбината. На двоих 13 квадратных метров. Вот так мы с ним с сыном. Нижнекамка вот уже 10 лет живет с ребенком в бывшем пожарном проходе. Памятник культуры республиканского значения. Теперь вот видеть, как было и как теперь, это, конечно, Господи, слава тебе. Покровскому храму исполняется 200 лет. Строго по графику. Цифры говорят сами за себя и по расходным нормам, по основным продуктам. Нефтехимики подвели итоги работы завода окиси и тилена за 10 месяцев. У истоков становления Нижнекамска стояло немало людей. Одним из них был Николай Васильевич Лемаев, первый директор химкомбината. В день рождения первостроителя нефтехимики отдали дань памяти его заслугам. Не каждому дано так щедро жить. На память людям города дарить. Такие слова высечены на памятнике Николаю Васильевичу Лемаеву. Большинство нижнекамцев знают его как человека, который руководил строительством города. Но для работников компании «Нижнекамскнефтехим» он был человеком, благодаря которому предприятие приобрело статус нефтехимического гиганта. Вот сейчас начинаешь по-новому осознавать, и мы начинаем по-новому осознавать то, что было тогда, когда был Советский Союз, когда строились такие замечательные производства, как КАМАЗ, как Нижнекамскнефтехим, БАМС, и какая была мудрая политика в стране. И, наверное, благодаря таким людям, как Николай Васильевич, многое удавалось. Отдавать дань памяти заслугам первого директора за много лет стало доброй традицией. Ежегодно в день рождения Николая Васильевича руководители Нижнекамскнефтехима возлагают цветы к его памятнику и вспоминают, каким он был человеком, как горел за свое дело. Он продолжал думать о развитии компании, даже покинув ее. Благодаря его мудрости, его настойчивости и работе также в тот момент генерального директора Владимира Михайловича Бусыгина была открыта новая эра, это эра пластиков. И здесь необходимо отметить и поддержку ТАИФ, которая в те времена поддержала нас. Но вот традиции складываются из всех вот этих аспектов, когда мы видим, что то, что заложено нашими первыми руководителями, живет и продолжает свой путь Нижнекамскнефтехим. По воспоминаниям коллег, Николай Васильевич был очень внимательным и чутким человеком. Он был другом и наставником для многих. У него была такая хорошая черта, он имел подход к каждому работнику. То ли это заместители его, то ли начальники отделов, управлений, или производственники, простые люди. Сегодня в акционерном обществе стараются следовать заветам этого великого человека. И, конечно, не забывать о том, что и город, и Нижнекамскнефтехим своим высоким темпом развития обязаны именно ему. В тесноте да не в обиде, хотя сил терпеть уже не осталось. Женщина вместе с ребенком больше 10 лет живет в бывшем пожарном проходе. Комнатушка 13 квадратных метров. Признать ее жилым помещением и получить прописку – задача минимум. Это позволит женщине получить право на жилье по социальной ипотеке. В улице зимой у нас прохладно бывает, потому что ремонта особо нет, у двери. Вот так мы спим с сыном. Несколько движений, небольшая комната становится непроходимой. Диван на двоих перекрывает все жилое пространство. Спальня резко перетекает в импровизированную кухню у входа велосипед. При всех проблемах Люция Махмутова старается сделать жизнь сына не хуже, чем у сверстников. Он отплачивает успехами в учебе. В основном получает четверки и пятерки. И в спорте у молодого человека есть успехи – медали и дипломы по футболу и хоккею. Мы не в силах потянуть хоккей, на нефтехимик ходить. Он ходит в дворовый хоккей. В 2006 году Лицую Махмутову вместе с маленьким ребенком сюда привез муж. Ему с управляющей компанией, куда он устроился, выдали комнату в бывшем пожарном проходе – 13 квадратных метров. Спустя некоторое время глава семейства бросил жену и сына и вернулся обратно в Чистополь, откуда все вместе они и приехали. Он часто меняет свое место работы, отклоняется от алиментов, зарплаты показывает, самые маленькие. Если бы еще я ставили на алименты, получила бы как-то еще на одну зарплату. Видите, у меня сын уже большой, он же не кукла, не сидит только на диване, он же живой. Он и хочет и спортом заниматься. Своего жилья в Чистополе у женщины нет, так что ей возвращаться было некуда. Там в родительской однокомнатной квартире проживают трое, в том числе отец-инвалид. В Нижнекамске Люция Махмутова устроилась воспитателем. Надеялась со временем улучшить жилищные условия, встать в очередь на социальную ипотеку. Я ходила по этому вопросу в администрацию. Они сказали, что не хватает квадратных метров, не позволяет, чтобы мы здесь прописались. Потом дальше приватизировали. Неделю назад в отчаянии Люция Махмутова пришла на прием к уполномоченной по правам ребенка. Там ей озвучили знакомые слова. Ваша комната не соответствует требованиям для регистрации в качестве жилплощади, что, соответственно, не позволяет получить прописку. Заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района Айдар Фариддинов, тем не менее, обещал разобраться в ситуации и постараться помочь в индивидуальном порядке. Алмас Кашев, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». Нарушения действительно были. Стало известно, что после проведенной служебной проверки снят с должности начальник УВД по Нижнекамскому району Роберт Хуснудинов и четыре сотрудника. Один заместитель понижен в должности, и еще несколько офицеров полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Поводом проверки стала предсмертная запись Ильназа Пиркина. Итак, здравствуйте, благо уважаемые наши правоохранительные органы. Это видео взбудоражило весь Нижнекамск. В своей предсмертной исповеди 22-летний Ильназ Пиркин сообщил, что его жестоко истязали сотрудники местного УВД. Он утверждал, что его вывозили в лес, пытались с помощью противогаза, так называемый прием «слоник». В результате его заставили взять на себя вину за 47 автомобильных краж. Юноша признался, что он действительно причастен, но лишь к одному случаю. Со слов молодого человека правоохранители вынудили его дать ложные показания в адрес друга. «Надеюсь, мой поступок, вот этот и вот это видео, ну, я не знаю, в дальнейшем как-то на них повлияет, что ли. Потому что я первый туда попадаю. И все через это, наверное, все. Признался ты или нет». После записи видеообращения Ильназ Пиркин оставил телефон на крыше дома по адресу Южная 2 и спрыгнул с крыши многоэтажки. Спустя несколько дней в СМИ появились данные о том, что трое сотрудников, которых юноша обвинял в пытках, задержаны и пробудут под стражей два месяца. Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении полицейских Наиля Миндубаева, Гаделя Рахимова и Игоря Филинова по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Накануне вечером на сайте МВД по Татарстану появилось официальное сообщение о том, что в результате служебной проверки Нижнекамского УВД выявлено нарушение норм уголовно-процессуального законодательства. Принято решение об освобождении начальника управления МВД по Нижнекамскому району от занимаемой должности. Роберт Хуснудинов возглавлял ведомство последние два года. Еще четверо сотрудников полиции уволены из органов внутренних дел. Выводы о том, имело ли место превышение должностных полномочий, будут сделаны в ходе расследования. Его проводит Следственное управление республики. Также оперативникам предстоит выяснить, имели ли место аналогичные ситуации. Вполне вероятно, что случай с Ильназом Пиркиным далеко не единственный. Делом заинтересовалась и кандидат в президенты России Ксения Собчак. Говоря о произволе в рядах полиции, в своем видео она упомянула ситуацию в Нижнекамске. Стало известно об истории Ильназа Пиркина, мальчика из Нижнекамска, который покончил с собой после пыток в полиции, подписав признание в 47 преступлениях. Будут ли привлечены нижнекамские полицейские к уголовной ответственности? Есть ли еще пострадавшие? Какие выводы сделает следствие? Мы будем следить за развитием ситуации. Алия Шигапова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Пришло время поговорить о том, что значимого произошло в производственном секторе и на площадках компании «Нижнекамскнефтихим». Стали известны результаты второго федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». АБС «Пластик» Нижнекамскнефтихима, его лауреат, он признан новинкой года. Пищевой, бутилкаучук и этилкорбитол технические стали дипломантами первой степени. Это еще одно подтверждение высокого качества продукции «Нижнекамскнефтихима». Вопросы текущей деятельности предприятия рассмотрели накануне на еженедельном совещании главных специалистов компании. Все подробности в сюжете. Для завода окиси и тилена минувшие 10 месяцев выдались весьма плодотворными. План по выпуску товарной продукции выполнен в полном объеме. Заводчане внедряли мероприятия по снижению норм расхода сырья и вспомогательных материалов, благодаря чему удалось добиться значительной экономии ресурсов, а значит и уменьшения себестоимости продукции. В мае и сентябре отдельные производства завода останавливались на капитальный ремонт. В его рамках в сентябре впервые за 30 лет прошла большая починка водоблока. В период остановок на сетях водоборота была проведена масштабная работа. Было заменено более 100 метров трубопроводов диаметром 600. Было заменено 48 единиц арматуры диаметром от 250 до 2000. И проведена ревизия 8 задвижек диаметром от 200 до 2000. Работу проводили в круглосочном режиме на 27 участках одновременно. Работу выполняли силами УВК, Треста, РМЗ и ряда подрядных организаций. Грамотная организация позволила в течение 36 часов завершить работу. И сейчас объект вновь обеспечивает всех потребителей оборотной водой. Осенью также был сделан перезагруз катализатора на втором реакторном блоке производства окиси этилена. Продолжается замена устаревших контрольно-измерительных приборов на новые, более точные и надежные. Надо отметить, что действительно завод планомерно занимается и снижением расходных норм, и наведением порядка с точки зрения технологии. Цифры говорят сами за себя и по расходным нормам, по основным продуктам, и по вспомогательным видам, по энергетике. Продукция Нижнекамска «Нефтехима» доставляется потребителям по железной дороге, в танк-контейнерах, крытых вагонах, цистернах и автотранспортом. Тенденция последних лет такова, что в приоритете перевозка товаров на фурах и большегрузах. Они мобильнее и дешевле, нежели железнодорожные перевозки. Причем как внутри России, так и в направлении стран СНГ, Европы и стран Азии. Мы все больше привлекаем 40-футовые контейнера, которые нам позволяют миновать так называемые склады перед портами, там где происходит у нас переупаковка, а перегруз из скрытого вагона в 40-футовый контейнер, дальше морем, и мы дальше уже контейнерами развозим по всему миру. С этим увеличение идет, и тенденция, я думаю, будет сохраняться, потому что сейчас вокруг нас у нас и Солерси, и здесь и в Елабуге, и через круглое поле на КАМАЗы пошли контейнерные поезда. Эта работа курируется транспортным управлением предприятия, в зоне положительной рентабельности и деятельность собственного ремонтного депо подвижного состава. Здесь обслуживаются как вагоны предприятия, так и сторонних организаций. В этом году через депо прошло более тысячи единиц техники. Еще одна сфера деятельности управления – доставка сотрудников Нижнекамск-Нефтехима на автобусах из города на промплощадку и обратно. В течение 10 месяцев было произведено суммарно около 80 тысяч рейсов. Организовано движение нового маршрута для работников компании, проживающих на улице Табеева. В планах пустить вахтовый автобус внутрь 47-го микрорайона для удобства его жителей. Алия Шигапова, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». Выполнение планов производства – важное условие в работе любого предприятия, тем более, когда речь идет о продукте стратегической важности. В Нижнекамск-Нефтехиме цеха тесно взаимосвязана между собой, что обеспечивает бесперебойный выпуск продукции. Яркий тому пример – завод «Бутилово-Каучука». Как результат – эластомер высокого качества. Нефтехимики не останавливаются на достигнутом и продолжают улучшать производство. Цех галогенирования «Бутилово-Каучука» – лишь звено в большой производственной цепочке завода «БК». Конкретно здесь происходит один из сложных и важных процессов – галогенирования. Проще говоря, в молекулы «Бутилово-Каучука» добавляют галогены, тем самым улучшают свойства продукта. Наш смежный цех получает полимер. Это «БК-Каучук» растворяет, он идет к нам, наш растворенный в растворителе. И уже у нас, наша задача – это посадить галоген в зависимости от спецификации, на какую фирму мы работаем. Именно на потребителей уже. После галогенирования получаются хлор «Бутиловый» и «Бромбутиловый» «Каучуки». Первые, благодаря его эластичности и гибкости, используют в производстве шин для легковых автомобилей. «Бромбутил-Каучук» является основным элементом в производстве шин для сельскохозяйственной техники. В начале года в цехе завершили монтаж узла дозирования эпоксидированного соевого масла. Это упростило доставку необходимого для процесса вещества. Эпоксом также влияет на качество «Каучука». Это была ручная тяжелая работа, он привозился в бочках, сейчас просто стало привозить балерах. Это уходит буквально с оформления документов полчаса. Раньше это занимало очень большое время. Поскольку процесс сложный, меры предосторожности в цехе соответствующие. «Это операторно специально предназначен, построен для введения процесса в случае аварийных ситуаций. Если на улице, допустим, взрыв произошел дошедшим или авария какая-нибудь, мы в цехе можем спокойно остановить весь процесс галлоидирования в цехе». Стоит отметить, что производство уникальное и раньше о нем только мечтали. «За два года построили, пустили цех. Все очень быстро, оперативно». Цех галлогенирования уникальный в своем роде. Единственный, где в России производят бромбутиловый каучук. Алмазка шеф Айрат Мухаммедханов, Лисан Саитова, телеканал «Нефтехим». Биологические очистные сооружения – стратегический объект, который обеспечивает жизнедеятельность всего города. Компания «Нежнекамскнефтехим» вкладывает немалые средства на его содержание и модернизацию. Сегодня поступающие на БОС стоки проходят тщательную очистку. Пробы постоянно отправляют в лабораторию. Ее специалисты точно знают состав и в случае превышения каких-либо показателей, к примеру, тяжелых металлов принимают незамедлительные меры. О современных технологиях очистки стоков в нашем следующем сюжете. Только специалисты лаборатории знают о воде лучше кого бы то ни было. Фонсия Батыршина работает в отделе технического контроля почти 40 лет. 27 из них она возглавляет лабораторию. Женщина рассказывает, что выбрала профессию микробиолога почти интуитивно. Ахмадеева Фаина Ахмедовна здесь была начальником в то время. Микробиолога не было. Она мне немножко подсказала. Немножко с самоучкой. Тогда в научно-технологическом центре были микробиологи. Вот с ними советуюсь. Вот так начинала работать. Окончив институт, молодой специалист по распределению попала в Нижнекамск. После столицы небольшой городок показался ей пустым, неродным и неуютным. Но сейчас, говорит Фонсия Батыршина, ни за что не променяет его ни на один другой в мире. Помимо этого, она признается, что благодарна судьбе за то, что попала на одно из самых лучших предприятий. И гордится тем, что почти всю жизнь трудится в Нижнекамск-нефтехиме. Работа у специалистов лаборатории сложная и очень ответственная. Именно от их грамотно проведенных анализов зависит качество не только водопроводной воды, но и стоков, которые попадают в Каму. Лаборатория у нас контролирует полностью работу биологических очистных сооружений по всей технологической цепи. Контролируем по 57 показателям. Сюда входят и химические показатели, и хроматографические методы анализа, микробиологические, санитарно-паразитологические и тактикологические методы анализа. Вот по всей технологической цепи мы поступающий сток и на выходе из очистных сооружений все это контролируем. Даже после того, как вода прошла обеззараживающей процедуры, ее вновь проверяют на наличие кишечных палочек и других вредных микроорганизмов. Раньше большое внимание обращали на производство. Раньше производили продукцию. Экология как бы она второстепенная была. А сейчас после 2015 года, тем более, когда наша объединение получила сертификат по экологическому менеджменту, требования к экологии и к экологическому лабораторию очень возросли. Поэтому пришлось нам аккредитоваться. Экологические лаборатории должны были уже обязательно аккредитованы. Мы с 2015 года уже прошли три раза аккредитацию и в 2015 году последней аккредитации уже национальная система по аккредитации, рост аккредитации прошли. Вся методика специалистов строго контролируется. Если внесены даже малейшие изменения, на приборах сразу загорается лампочка. Таким образом, современная технология помогает вести работу. Фансия Батыршин с нетерпением ждет второй этап реконструкции очистных сооружений, который запланирован на будущий год. Он коснется и их лаборатории. Первый этап реконструкции – это коснулось механическую очистку, стадии механической очистки. Здесь поменялись решетки. Решетки сейчас стали с маленькими прозорами, и там содержание механической примеси больше задерживается, чем раньше были. Очищенный сток – основное влияние оказывает производственные стоки. Поэтому большая надежда на второй этап реконструкции. И надеемся, что уже очищенная вода станет намного чище после второго этапа реконструкции. Все члены семьи Фансии Батыршина как один связали свою жизнь с предприятием Нижнекамск-Нефтихим. Таким образом, их общий семейный стаж составляет 72 года. Дети пошли по стопам своих родителей. Муж Фансии проработал в акционерном обществе 16 лет. Дети – дочь и сын. Сейчас трудятся ведущими инженерами-технологами в научно-технологическом центре. Являясь руководителем лаборатории, она передает бесценный опыт и молодым сотрудникам. Я стараюсь полностью свой опыт передать сейчас молодежи. Молодежь приходит сейчас умной, молодежь в основном, старательной. Мне вот сейчас, кто у меня сейчас в лаборатории работает, очень они старательные, желаю. И вот прямо получить они спрашивают, допытывают. А я тоже с удовольствием уж передаю свой опыт молодежи. Церковь Покрова Святой Богородицы, которая находится в селе Большое Афанасово, в эти выходные исполняется 200 лет. Сейчас это памятник культуры республиканского значения. Но было время, когда она, как и другие храмы, была разорена и находилась в плачевном состоянии. Ее просторные помещения использовались как склад. В конце 80-х годов началось возрождение церкви. Она была восстановлена на средства Нижнекамск-нефтехима и прихожан. В наши дни храм является местом притяжения для всех православных верующих Нижнекамска. Каждый, кто впервые приезжает в Нижнекамск, начинает знакомство с городом именно с церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Она, точно драгоценный камень-топаз в белоснежной огранке, голубеет еще издали, привлекая внимание своими четкими архитектурными линиями. Поселок Большой Афанасово существует с конца 17-го века, а приход – с середины 18-го. Когда-то местные жители на собственные средства построили деревянную церковь. Уже после был воздвигнут каменный храм. В конце 30-х годов он был закрыт, как и большинство наших российских храмов. И в конце 80-х годов он был возвращен к Казанской епархии в то время еще. И активно устанавливался на средства прихожан и наше предприятие Нижнекамск-нефтехима. В начале 90-х по всей России началось возрождение храмов. С уходом коммунистического строя люди стали возвращаться к вере. Люди идут в церковь, то есть если вы придете в воскресенье в храм, у нас две службы утреннее ранее. Храм всегда полон народу и, что говорится, от мала до велика, и маленькие дети, и заканчивали дни в возрасте уже. И очень хорошая прослойка из молодежи. Аккурат под юбилей храма по счастливому совпадению, священнослужители Испасского района и казаки Симбирского казачьего общества привезли в наш город икону Божьей Матери всех скорбящих радость и частицу мощей Святой Матроны Московской. Для верующих эти святыни имеют сакральное значение. Говорят, что если приложиться к иконе и дотронуться до мощей, произойдет эффект сродни чуду. Сбудется то, о чем попросишь. Святыни пробудут в храме Покрова Пресвятой Богородицы до завтрашнего дня. Затем они побывают и в сельских церквях Нижнекамского района. Икона древняя, намоленная, так сказать. Одна благочестивая прихожанка Анастасия Кулагина в то время, когда разорялись храмы, сохранила эту икону и много других святынь у себя дома. Долгое время их прятала, молилась, естественно, им. И в конце, уже в начале 2000-х годов она передала эти святыни в храм Пресвятой Троицы, в котором они находятся по сей день. Ираида Красникова пришла в храм 12 лет назад. По сей день она работает в церковной лавке. На ней лежит масса организационных вопросов. Дом и храм, до встречи Господа, до меня, до встречи Господа. Ираида не любит говорить слово «работать». Заменяет это выражением «нести службу». И считает, что в храме сложилась своего рода община, которая стала ей настоящей семьей. Здесь при необходимости находятся мастера на все руки. Плотники, электрики, повара, те, кто сажает огород, кто убирается, моет окна и занимается другими делами. Причем все это делается добровольно и с большим удовольствием. Слава Богу, пойдет 201 год теперь нашего храма. Вот он 200 лет стоит, и дай Бог ему еще долго-долго постоять. Все 12 лет я была очень счастлива в нашем храме. И, конечно, хочется до последних дней работать, служить и быть в нашем храме, и приносить какую-то пользу всем. Отдельного внимания заслуживает колокольня. Колокола храма отличает звонкий звук. Такой звон называют малиновым. Красивый, мелодично переливающийся. Он вызывает у прихожан чувство радости и праздника. Те, кто хоть раз побывал внутри храма, отмечают его красивую роспись. К этому приложил руку специально приглашенный московский художник. Он расписывал стены на протяжении нескольких лет поэтапно. В некоторых местах хранятся фрагменты старой фрески, изображения Иоанна Предтечи. Но об этом знают немногие. У прихожанки Любови Аникяшиной очень много связано с этим храмом. Первой певчей в церкви 200 лет назад была ее прабабушка Иустинья. Здесь же венчались и бабушка с дедушкой. Крестились дети. Каждый человек, который приходит в Божий дом, он потом чувствует, что его сердце прилепляется, и он уже не может здесь не быть. Регина Нурмухаметова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Прогулки без опасности для окружающих. В городе появится первая площадка для выгула собак. Мэр города согласился с инициативой Нижнекамки и обещал выделить на проект средства из бюджета. Собаководов много, сейчас их интересы нельзя не заметить. Питомцы нуждаются в полноценном отдыхе на свежем воздухе, без ошейников, себе подобными. О том, где построят площадку и как она будет выглядеть, расскажет Алмаз Кашаев. Играть приходится на пустыре, подальше от людей. Обычно Габи, так зовут собаку-героиня, всегда в наморднике. Вокруг живет много молодых семей с маленькими детьми. Потребность в изолированной площадке стала очевидной. Я вышла на улицу и поняла, что мне негде гулять с моей собакой. Потому что у нас везде строятся либо магазины, либо площадки, либо новые дома. Но нету нигде, где я могу погулять. Сейчас здесь, пока заросший пустырь, уже весной должна появиться уникальная для города площадка, огороженная забором. Место, где хозяева с питомцами смогут без претензий со стороны выгуливать собак. Огороженная территория сеткой рабицы, будут деревья с внутренней части, будет скамейка, урна и навес от дождя для хозяев собак. Может быть, в дальнейшем будет полоса препятствий, но это пока только в планах. Альбина Хафизова – инициатор проекта. Собирая подписи из жильцов дома, не у всех нашла понимание. Из 140 квартир 13 против. Некоторые даже угрожали, обещали потравить собак. Такие люди были всегда, говорит собаковод. По крайней мере, необходимое число подписей уже собрано. Теперь и для их питомцев будет праздник. Алмазка, шеф Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим». Те, кто жаждет КВНовских побед, делают все для того, чтобы постичь секреты успешной игры. Практика в этом деле, конечно же, дело важное. В Центре молодежных инициатив «Ковер» стартовала школа для молодых КВНщиков. Там собираются как те, кто делает свои первые шаги в этой игре, так и команды, успевшие проявить себя на сцене. О том, как куются юмористические таланты, расскажет наш корреспондент. Здесь не звучит первый звонок. Нет четвертей каникул, да и весь учебный год плотно закатан в несколько насыщенных дней. В конце минувшей недели в «Ковре» стартовала школа КВН. В роли педагогов выступили опытные игроки Нижнекамска и близлежащих городов. На вопрос, сколько времени уходит на создание качественной шутки, КВНщик со стажем Сергей Миллер отвечает. «То, что приходит в голову в первые пять секунд, это и есть уже юмористическая составляющая. А сидеть, писать шутку целый год невозможно. То есть, либо у тебя чувство юмора есть, либо его нет. То есть, вот сегодня ребята как раз-таки будут, наверное, узнавать, есть ли у них чувство юмора или нет. Сюда пришли и те, кто не имеет совершенно никакого опыта, и бывалые КВНщики. Если учиться никогда не поздно, то учиться играть в КВН всегда полезно. Так считает молодая команда из колледжа нефтехимии и переработки «Экстрим-подача». Ребята признаются, что в своих выступлениях они делают акцент на юморе абсурда и очень любят экспериментировать. Делаем то, чего не могут другие, покажем вам шутки, а не драматурги. Со всей командой мы готовились долго, но не зачем, чтобы проиграть здесь снова. А что прошептать вам прямо на ушко, нижнекамский юмор – это вам не игрушка. Молодая команда из НХТИ существует всего год, но за это время ребята успели проявить себя на многих республиканских сценах. Всем известно, что в каждой команде и у каждого игрока свое отдельное амплуа. Я, как вы понимаете, играю какого-нибудь таксиста или арбузника. Играть, в общем, не надо, так просто выхожу, уже все, все сразу понятно. Еще один педагог школы КВН – Ивтихор Алидодов, чемпион России по битбоксу и участник команды «Экспериментальный кружок». Он не перестает удивлять публику невероятными звуками. Ивтихор говорит, что специально учить молодых КВНщиков его никто не приглашал. Он сам вызвался, чтобы раскрыть секреты своих фишек. Сейчас, так как времени так много будет, и за такое короткое время невозможно все рассказать, мы сделаем пару всего объявлений, расскажем немного совсем о КВН, а в дископексе. После чего ребята попробуют уже сделать сами хотя бы минуту выступления. Вот, наверное, все, что мы с вами не сможем. Хороший КВНщик должен уметь не только придумывать интересные шутки, но и делать это за короткое время. Молниеносность особенно ценится в разминке. Бывают ситуации, когда шутки вырезают, и нужно в срочном порядке генерировать новые. Поэтому школа КВН здорово дисциплинирует начинающих юмористов. Если вот эти вот все ребята останутся играть, укомплектуют, так скажем, командами наш город, позовем еще гостей из других городов и сделаем большой, мощнейший фестиваль на Кубу головы. Регина Нурмухаметова, Элисан Саитова, телеканал «Нефтехим». У меня на этом все. Наши сюжеты, программы и, конечно же, свежую интересную информацию вы можете найти на сайте холдинга «Нефтехим.Медиа» www.medianknh.ru Программу вела Алия Шигапова. До встречи в эфире. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok